До момента приезда группы проходит иногда более суток, иногда даже больше. Это связано с чем? Граждане не работают, они обратились, дай Бог, там часов через 5-6 в ЖЭК. ЖЭК отреагировал, пришла группа, зафиксировали кражу кабеля, это еще прошло часов 5. И получается, где-то на следующие сутки обращаются в милицию. Понятно, уже никакой речи о работе по горячим светам не идет. Значит, что касается кражи металлоизделий, допустим, если даже взять сегодняшнюю сводку, задержано по Ленинскому району, задержан человек, который, получается, у нас в разграблении могил, совершал кражу из кладбища. Затем тоже работа не одного дня, многие могут сарказмом на это реагировать, но именно сегодня утром задержали группу, которая на протяжении длительного времени совершала кражей утром. Тоже никто не обратил на них внимания, потому что люди использовали, работали, как правило, в ночное время, использовали жилетки оранжевые, которые у нас используют коммунальные службы. Это у нас сейчас не есть проблема, приобрести такую жилетку. И также жители города Николаева, никто, естественно, не поинтересовался и не спросил, на каком основании он работает. Работают, допустим, по лифтам, работают монтеры, дай бог, чтобы это были настоящие монтеры. У них также никто не проверит никогда документы. Для интереса сегодня провел анализ по обращению на 102. На 102 обращается только тогда, когда уже совершена кража. А просто обратиться на 102 и сказать, у нас кто-то проверяет, там лифт или чинит, или какие-то звуки. Редко-редко, на протяжении последних трех месяцев ни одного не было обращения. В каждом детдомом подъезде, в каждом доме есть люди с активной жизненной позицией. Огромная позиция. Здесь идет работа, там, ремонтируют лифт. Или сами проверили документы. Нет, там, позвоните, чтобы ваши прибыли, работники КПС и проверили документы.